Союз Добровольцев России Союз Добровольцев России Ну и расскажите, чем занимается местное отделение, вот вы сказали, ежедневно что-то делаете? У нас есть несколько направлений. Одни из направлений это мониторинг доступности городской среды. Помощь инвалидам равные возможности. Дальше помощь детям. Мы ходим в детские дома, в комплексные центры, занимаемся с детьми. Дальше проект Старость в радость. Это самый ключевой проект Старость в радость. Это помощь одиноким пенсионерам, пожилым людям, ветеранам. И также мы посещаем комплексные центры. Проводим всякие мастер-классы с ветеранами, которые приходят в комплексный центр. Вот. И, пожалуй, все. Вот Старость в радость очень интересный проект, я так понимаю. Вот какая отдача? То есть чувствуете ли вы, что вы реально помогаете людям? Ну, когда мы запускали этот проект, к нам относились как-то с недоверчивостью, что ли. Ну, пожилые люди смотрят, что происходит в мире, в стране и не доверяют. Вот мы приходим, здравствуйте, мы готовы вам помочь. Они думают, что мы мошенники или кто-то еще. Но потом мы организовали работу с социальной защитой и ходим вместе с представителями. Нам открывают, с нами общаются, мы им помогаем. Самое главное для этого проекта – это общение с человеком. Потому что общения не хватает пожилым людям. Какое самое первое мероприятие было организовано местным отделением? Помните ли вы? Ну, наверное, сбор гуманитарной помощи жителям Новороссии. А как проходило? Почему решили помочь? Мы решили помочь, потому что там тоже люди попали в трудную ситуацию, у них война, надо помогать людям. И мы организовали сбор гуманитарной помощи на площадке учебного заведения. В рамках этого сбора мы собрали около 200 килограмм продуктов и вещей. Ну, там я не помню уже цифры. Но самое главное, в рамках этой акции мы организовали большой рок-марафон пятичасовой. Приезжали группы, рок-группы из области, там, из Екатеринбурга, из Азбеста. И тоже удалось собрать денежную сумму, и потом через местных казаков мы переправили в Новороссию. Это была вот единичная такая акция, либо стала традицией, вот именно помогать народным республикам? У нас вообще по этой акции было два сбора. Все. Потом мы начали собирать гуманитарную помощь малоимущим пенсионерам. Вот закон бумеранга у нас акция называлась. Вот. В этой акции приняло больше народу, людей. Мне ежедневно поступали предложения о помощи, давайте мы организуемся. И у нас примерно много очень собралось вещей, продуктов питания, и мы помогли всем. И до сих пор эта акция работает? Пока нет сейчас трудностей у нас с помещением, у нас негде организовать пункт гуманитарной помощи. Пока мы просто работаем на дому с пенсионерами. Какое событие в деятельности Союза вы бы назвали самым знаковым, ключевым? Вот то, что сделали самое крупное мероприятие, которое было проведено местным отделением? Это, наверное, инклюзивные игры. В 2015 году, в марте месяце. Мы проводили инклюзивные игры совместно с организацией «Белая трость». Там были люди с ограниченными возможностями здоровья. И обычные дети. Они учились взаимодействовать в одной среде. А где проходили эти игры? Эти игры проходили на базе Дворца молодежи городского. Сколько человек приняло участие? Результат какой был? В этих играх приняло примерно 200 человек. Результат был следующий. Всем понравилось, все очень довольны. И эта практика, инклюзивные игры, они были не только в Тагиле потом, они были по всей области, в разных городах. То есть, я так понимаю, взаимодействуете не только между собой, но и с другими добровольческими организациями? Да, конечно. Что в планах работы Союза на ближайшее время, тем более в год добровольчества? Ну, первое, мы бы хотели набрать новых добровольцев, потому что год добровольца, будут новые проекты, будут много мероприятий, и нам нужны новые люди. В год добровольцев нам бы хотелось пригласить всех желающих принять участие в добровольческой деятельности, потому что будут много новых проектов от области по федеральному уровню, потому что всероссийская организация, у нас много есть федеральных проектов. Будет очень интересно. В ближайшее время нам утвердят план работы, и мы, скорее всего, объявим набор волонтеров, добровольцев, в социальной группе ВКонтакте. Кто может стать добровольцем? Есть ли какие-то требования? Добровольцем может стать любой желающий, невзирая от возраста и полуобразования, и статуса социального. Да, и полуобразования, и статуса. Кто хочет, мы всех принимаем. Но есть, конечно, особые критерии. Официально в члены союза добровольцев мы можем принять людей, только достигших 18 лет. Это по уставу у нас так. Но школьники и студенты, которые не достигли этого возраста, они являются нашими сторонниками, поддерживающими наше движение добровольческое. То есть, если человек захотел стать добровольцем, как ему на вас выйти, как вас найти? Есть два варианта. Зайти на официальный сайт Союза добровольцев России, выбрать вкладку «Свердловская область», там будет указан номер телефона, моя фотография, и в любое время я всегда отвечу на телефон. Второй вариант – это в социальной сети ВКонтакте. У нас есть официальная группа «Союз добровольцев Нижний Тагил». Заходите. Там вся деятельность описана. Там у нас все мероприятия проходят. Мы делаем фотоотчет, пишем статью и публикуем. Почему вы решили стать добровольцем, когда вы приняли это решение, что можно посвятить себя, помогая близким? Ну, вообще, это еще со школы у меня шло. В школе я был активный. Мы собирали гуманитарную помощь, также ходили к ветеранам, помогали им на дому. Потом я поступил в техникум, занимался активно общественной деятельностью, возглавил студенческий совет, потом профсоюзную организацию. И в какой-то момент я понял, что надо как-то более менять сферу деятельности, более уходить в добровольческую деятельность. Поступил звонок, я возглавил Союз добровольцев России, и мы начали заниматься. Почему именно я хочу помогать людям? Потому что я всегда был такой человек, который всегда поможет. Что в школе, что в техникуме, ко мне обратятся за помощью, я всегда помогу. То есть это вот воспитали вас так? Да, воспитали меня, можно так сказать. А в целом, как вы считаете, что движет человека помогать ближнему? То есть не только вы, а в целом, да, вот альтруизм явлений, это социальное явление, из чего берет свои истоки? У всех по-разному, в принципе. Кто-то в этом находит какой-то корыстный умысел, кто-то думает, что через помощь людям они могут как-то очистить свою карму, что ли? Кто-то просто вот от природы такой вот, он родился, я хочу помогать всем, невзирая пола, возраста там и так далее. Есть известная фраза, некий социальный закон «Человек к человеку волк». Все знают, да, все сталкивались с этим выражением. Как же уживается вот этот закон, этот социальный закон с альтруизмом, с добровольчеством? Как вы считаете? «Человеку волк»? Ну, опять же повторюсь, это все равно идет от воспитания. Вот как тебя воспитали, так и будет. Если ты привык помогать людям, ты будешь все равно помогать. Если ты людей не любишь, себя не любишь, страну свою не любишь, то и ничего не будет. То есть в первую очередь все должно идти из семьи? Да, от семьи, от школы, как в школе к человеку относятся, как относятся друзья. Ну, вообще вот социальная сфера, мне кажется, это все равно все идет от семьи, от воспитания. И небольшой такой блицопрос хотелось бы с вами провести. Какие добродетели вы, как человек-доброволец, цените больше всего? Самое главное качество – это ответственность. В первую очередь ответственность, потому что без ответственности ничего не будет. Второе качество – это доброта, честность. Ну и, конечно, человеколюбие. То есть это главное качество, мне кажется, не только добровольца, но и любого человека. Да. Мне… да. Ваша главная черта? Моя главная черта характера – это, скорее всего, коммуникабельность. Стрессоустойчивость. Потому что в нашей работе стрессоустойчивость – это самое главное. в работе добровольческого движения. Потому что есть много мероприятий, ты встречаешься с разными людьми, проводишь встречи, и надо найти со всеми общий язык. И быть всегда в тонусе. Вот вы как раз упомянули, что не всегда люди готовы с вами работать. Почему? Все-таки боятся, не понимают этого? Или мы потеряли вот тот дух тимуровства, да, который был? Нет, это идет от того, что многие люди просто не слышали о такой организации, о такой деятельности. Это надо как-то создавать какие-то порталы общие, городские, чтобы кто занимается добровольческой деятельностью в городе, чтобы о них все знали. Хотя бы показывать, не знаю, в новостях пять минут, вот что за неделю сделали добровольцы, допустим. Либо там в газетах, чтобы писали. Чтобы люди знали. От этого все и будет. Вы делаете то, во что верите, или верите в то, что делаете? Я делаю то, во что верю. Если я в это не верю, я это не буду делать. К чему вы испытываете отвращение? К вранью, к ложе, ну и, конечно, безответственности. Ваше любимое изречение? Я всегда вот, когда я забирался на должность председателя студенческого совета, у меня всегда был такой лозунг. Не словами, а делами. Вот. И он до сих пор мной движет. И не словами, а делами. Мне самое главное это не словом, а делом. Человека же ценят не за слова, а за какие-то поступки, за деяния, там, не знаю, за что-то такое. за дело. За то, что он сделал непосредственно за. Самый. Демидовский, Демидовский лозунг. Вот еще вопрос такой к вам. Как вы удаетесь совмещать и добровольческую деятельность, и обычную, да, то есть, чем-то вы же все равно занимаетесь, помимо добровольческого, как-то живете? Тяжело, конечно, совмещать это все стало, особенно, когда появилась работа, много уходит времени на работу и дома надо тоже домашними делами заниматься, уделять время близким, но я стараюсь это совмещать, планировать свой график работы и все у меня получается, тем более в добровольческой деятельности у меня сложилась хорошая добровольческая команда, которая, если я не могу присутствовать на каком-то собрании или на мероприятии, меня обязательно заменит тот человек, на которого я рассчитывал. То есть, удается совмещать и основное место работы и добровольческую деятельность? Да, это, конечно, поначалу было трудно, но меня поняли на работе и даже сами коллеги по работе сами узнают, там, спрашивают, а когда вот у вас мероприятие будет или что-то еще и тоже участвуют иногда. А не хотелось ли себя полностью посвятить добровольческой деятельности? То есть, прям отдаться этому, все свое время отдать это? Хотелось, конечно, но все равно жить-то на что-то надо. Но, я так понимаю, планов будет очень много, да, на этот год? В любом случае. Да, год добровольцев в России будет очень много мероприятий, новых проектов, новых идей, и еще, если вот у любого желающего есть своя идея, свой проект, мы обязательно можем помочь в реализации его, в написании и от написания до продвижения этого проекта. Может быть, поделитесь, ну, что будет в этом году, на что нельзя пропустить тагильчанам, где они могут себя показать, что-нибудь, какие-то задумки уже есть? В первом полугодии мы хотим провести большое крупное мероприятие городского уровня, это будет, скорее всего, либо инклюзивные игры, либо обучение добровольцев в чрезвычайной ситуации. В ближайшее время, это где-то уже в начале марта, будет вся информация известна. Инклюзивные игры по типу, вот той, которая проходила по дворцам молодежи? Да, но кое-что мы еще добавим. Пока секрет. Да, пока секрет. А вот второе мероприятие, которое вы назвали, что там возможно будет? Там будет обучение студентов, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Там от первой помощи до пожаротушения даже будет. Еще одно направление добровольской деятельности. Не только помощь людям, но и спасать. Да, и самое главное, мы в этом году хотим запустить самое главное направление, которое очень важно, это помощь людям в социальной значимости, потому что немногие люди знают, куда обратиться за помощью, что ему сделать, как ему помочь. Мы будем направлять, потому что у нас много поступает звонков, писем на электронную почту с просьбой помочь. Вот, сейчас мы прорабатываем этот проект, мы будем заниматься, можно так сказать, консультацией и помощью в проблемах горожан. Спасибо большое за то, что пришли к нам в студию с успехом в ваших делах. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова